В общем, парень, смотрите, сейчас уже подъезжаем к Снежногорску, нам получается, да, вот, нужна-то заправка. Заправка какая? КП, через который мы тогда приезжали, а сейчас новое КП, там открыли. Даже так? Да. Ну, суть такая, что мы договорились и нас уже ждут. То есть мы сейчас будем смотреть там блок. Блок от... Сорок блок? Нет, просто блок. Сорок блок. Ну, что, дочи, дочи, дочи. Ты видишь? А, вот. А, вот так. Так, получается блок, 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 блок. Видишь, какие, получается, гильзы, тоненькие? То есть мы тогда делали, помнишь, там зарайенные были, там, миллиметра два, здесь, получается, они тоненькие. Нет, там были миллиметра три, наверное, даже. Ну, давай смотрим, короче, мотор, потом уже будем по галилянам делать. Так что, давай, ну, вот, два поршня вытащим, правильно? Нам же сначала это надо сделать. Да. У нас поршня, две штуки, вообще, в очень плохом состоянии. Пол очень плохом состоянии. Ну, тут, как бы, тоже есть, я скажу, не очень. Тут ржавчина. Вон там вмятина не куёвая. Вот здесь вмятина. Вот здесь мы, на гильзе прям, ну, не знаю, это, как бы, нерабочая часть, в принципе. Привезли вот такой блок с поршнями, то есть все, что осталось у знакомого, так сказать, человеку. Мы сейчас его смотрим, так скажем, дефектуем и будем отталкиваться, нужно ли он нам или нет. А так, по первому взгляду, ну, состояние тоже не новое. Но он, по крайней мере, гильзованный. То есть видно, что он стоял, то есть есть небольшие здесь вот удары, да, по рабочей поверхности, ну, где прижимается небольшая ржавчина. Сейчас я купил салфеточки и будем все это дело оттирать и смотреть. И отталкиваться от его состояния. Ну, что, давай, берем салфетки, погнали. Поршня тоже все плохие, я только один хороший. Ну, что, конечно, все вам подтирали. С викингами мы сотрудничаем почти уже целый год. За этот период времени произошло достаточно много событий, то есть мы как поменяли уже пару проектов, так и поснимали на обзорах различные премиальные марки. Но лишь одно осталось неизменчивым, это сотрудничество ежемесячное с нашей любимой игрой викинги. Естественно, часть полученных денег с рекламы ушли на эти так называемые сами проекты, на новую камеру и так далее. В общем, хотим выразить благодарность разработчикам за сотрудничество на постоянной основе. За год с вами, дорогие мои зрители, стало на более чем 20 тысяч игроков больше, вы представляете? В общем, викинги подарили нам возможность окунуться в те самые ламповые стратегии и RPG из 90 и из 2000, по которым мы так скучали. Но теперь на мобильном и онлайн. Давайте вместе с вами скажем спасибо постоянному спонсору, скачаем игру под описание под роликом, создадим свой клан и будем играть. Ведь игра действительно стоит вашего внимания. Поддержите меня и мой канал, скачивая игру по моим линкам в описании под видео, и тем самым вы получаете бесплатный щит и 200 галды. Не забудьте досмотреть это видео до конца, а также ищите меня в игре под ником Аутяга Карасиков. А еще вы знаете, что викинги уже разыграли 24 айфона и 10 макбуков. Если вы тоже хотите получить шанс выиграть айфон или макбук, то у меня для вас хорошие новости. Мы совместно с создателями игры викинги решили провести в ноябре для вас конкурс. Приз 2 новых айфон XS и супер приз макбук про. Хотите получить айфон XS? Скачайте игру и дадите до 10 уровня дворца. Хотите выиграть макбук про, просто дадите до самого высокого уровня среди других участников до конца месяца. Розыгрыш остается 3 декабря. Все подробности, как забрать свой приз, в группе ВК, ссылка тоже в описании. Алло, слушай, ну смотри, мы сейчас пооттирали, все равно получается, одна сторона тут ржавчина, ну в двух цилиндрах как минимум. То есть она прямо с салфетками уважными не оттирается, ржавчина. Как будто на каплю... Ты думал, что ржавчина от металла не отойдет в дальнейшем? Я просто фиг не как это скажется, тут реально она вот... Она сильная, просто я якобы сфоткал, я тебе сейчас фотки пришлю, она просто реально сильная. Я там не знаю, что есть ржавчина, а у нас же я знаю, что здесь соседи отзывы, это ржавчина. Ну тут прям жестко, так надо было ловить, хоть масло зайдите, вот законсервировать хотя бы, я не знаю. Леш, я же тебе не говорю, вот ты сейчас блок берешь, прям сейчас мне деньги приводили. Нет, ты его возьми, там, я не знаю, мотористу покажи, там, проконсультируйся с кем-то. Если ты его будешь ставить, рассчитаешься, если не будешь ставить, как бы, ну, ничего и не надо. Здорово, пацаны! Значит, получилось так, что мы приняли решение все-таки восстанавливать наш двигатель, но уже получается другим блоком. То есть ездили в Снежногорск, скатались, все отлично, хорошо, привезли, деньги мы еще за него не заплатили, но сегодня было, получается, принято все-таки решение, что все будет хорошо. Знаете, когда приходишь на природу, допустим, там, шашлык жаришь и так далее, даже у гаража, еда, кажется, вкуснее всегда на природе, даже любая. Так вот, в гараже, вот это, заходит на ура, дома ты не заставишь ей это есть. Я серьезно говорю, поэтому засухпай, а Ромин Скавдора, отдельный, как говорится, отдельный привет, отдельное спасибо. Также Владимир Корсуков прислал вот эти, получается, два колеса, они как бы летние, да, возможно, ну, они тоже понадобятся, но тени, пацаны, пока еще зима только началась. И, возможно, мы еще будем, получается, где-то искать зимние колеса, возможно, покупать будем. Поэтому, собственно, возможно, не так сильно задержится наш проект для того, чтобы мы прямо вот эти колеса, так скажем, сразу пустили в дрифт. А так, реально, спасибо Владимиру, то, что это дело прислал Корсуков, ну, возможно, будет приятно. Короче, парни, вот за это спасибо, за это спасибо денег стоит, мама не горюй. Вот этот вообще, как бы, BMW, да, вот эта вся вот эта BMW-дрочка, она, на самом деле, возможно, вся зациклена на количество таких множественных фанатов, множественных форумов, информации, потому что, действительно, все дорого, приходится общаться, приходится спрашивать, где взять подешевле, б.у. и так далее. Вот эти опорные, получается, подшипники, ну, каждая стоит по две тысячи рублей, то есть, также, получается, у нас на шатунные вкладыши. Стоит реально все очень дорого, то есть, я сейчас запишу, и мы уже потом будем калькулировать. Сама процедура, почему все так долго задержалась, чисто из-за того, что блок мы привезли для того, чтобы посмотреть. Мы его начистили, смотрите, блестит, чистили лавром, работает, напетушили, так сказать. Единственное, что нас смущает, это, получается, уже не родной блок, это вот этот цилиндр. То есть, имеется в виду, что, ну, мы не мотористы, но тут видно, что гильза, она тоненькая, да, и она, получается, без нижнего бурта. Причем, получается, все остальные цилиндры, они более-менее в другом состоянии, в нормальном, да, этот вызывает немножко опасения. И прикол в том, что, как, посмотрите, давайте так, чтобы сразу исключить множество комментариев про Мишу Ходуса, я ему с ним связался, я показал фотку, показал видеозапись, сказал Мишун, Мишун, ты вот связываешься с этими делами, посоветую просто, стоит вообще браться за этот двигатель или нет, покупать ли мы его или нет. Он сказал, что, в принципе, технологии существуют, да, для того, чтобы ты поставил тоненькую гильзу, возможно, она хорошо сядет и будет тогда очень долго все работать. Вы, говорит, где это взяли блок? Получается так, что, ну, не найти концов, никто не знает, кто его делал и так далее, какие технологии были использованы. То есть, имеется в виду, что он сказал, говорит, 50 на 50, пацаны, выбор за вами, говорит, я, говорит, вам и не советую, и советую, и, возможно, вам повезет. Вот так вот, то есть, здесь ответ. Поэтому, Миша, конечно, спасибо, но, тем не менее, мы нашли объявление, также гильзуют эти, получается, двигатели в Москве, то есть, как с Афгард Автошип не получилось, мы решили, как бы, все-таки этот двигатель оставить. Чисто из-за того, что, если мы, допустим, отправим наш блок, его загильзуют, привезут, представляете, мы вот так вот здесь это дело лицезреем, отдали, там, допустим, 32 тысячи, да, примерно, пускай это за гильзовку, и будет такой же результат, то есть, мы же не знаем, какие там технологии используются, да, то есть, возможно, такие же будут абсолютно, возможно, там мы приедем, то есть, я имею в виду, что мы решили остановиться именно на этом блоке, он стоит 20 тысяч рублей, вот этот блок. Так, кстати, ржавчину напетушили, я сегодня всем спасибо раздаю, слышишь? Сереге, кстати, тоже спасибо за то, что он посоветовал ортофосфорное. Короче, сегодня день спасибо, я тоже посоветовал, это для паяльных дел, кислота специальная, то есть, она, получается, хорошо взаимозаменяется с металлом, то есть, не окисляет, как-то там цилиндр, металл и так далее. Короче, ржавчины нет, единственное, нас волнует буртик, но, опять же, возможно, нам повезет, и это дело все будет у нас работать. Поэтому, долго говорим. Свадьба? А? Свадьба? Да, верно, да. Аккуратно. Миш, аккуратно, блядь. Да куда ж там еще, аккуратно. Тихо, 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 тихо. А что, так сидел от моториста, да, или как он может? Так, ну, еще все. Покрути. Зачем мне запустить? Почему не надо? Зачем, крути? Прижмем, потихонечку, припробу. Покрути сейчас. Замки вылетят же. А, точно. Ну, ладно. Все, он стоит, вон. Он сел, хорошо, вечно, и... Подожди, подожди, подожди. Короче, на BMW, даже на дизелях, получается, здесь подшипник раз, два, три. И вот последний, он с боковыми. Помнишь, какой двигатель мы разбирали? Там посередине были. На Mercedes, по-моему. На Mercedes и на Infiniti посередине. Да, здесь именно. И, кстати, здесь собрано, а там они... Да, они по отдельности, да. Их там теряешь. А здесь собрано на BMW. Ну, такая технология, то есть здесь полегче собирать, если честно. Ну, где-то сейчас бабушка пылесочет и думает, почему у нее пылесоска не хватает. Короче, парни, смотрите, это получается действительно труба от пылесоса. Вот. Ну, так получилось, что она у нас оказалась в BMW. Виража. Ну, чай налью. Поставили. Да. Крутится. Да, подожди, подожди, подожди. То есть поставили, прикрутили, момент, 20, там, на 100 градусов. То есть вы равномерно, свой порядок. Все хорошо закрутили, да. И итог выясняется. Решили прокрутить по кругу. Подожди, сейчас фонарь отключу. Оп. И дальше не идет. Наверное, обратно сейчас здесь. Вот. Вот, получается, на коренуале царапины, это убирается в нижний бурт этого самого... Гильза. Самой гильзы. Гильза слишком высоко сюда вытащена. Ну, она получается провалилась. Причем здесь, а покрути здесь, в другую сторону. Ну, и, то есть, и эта часть тоже. Эта часть тоже. То есть, полностью. Она не туда не идет. Вот. А со стороны только давай. Ну, повстыкай его. Ну, все, слышно даже. Угу. Представляешь, сделали? То есть мы сначала грешили на него, то, что он вниз вылезет. А тут, оказывается, просто даже двигателя не собрать. Да. Вот. Угу. Ну, что, будем думать. По отправке нашего двигателя на гильзовку. Если так же загильзовка. М? Так же загильзовка. Да. Если так же, да. Блин, не, ну, не, ну, хорошо. Буквально пару миллиметров. Так нет. Ты понимаешь, Серега, прикол в том, что коленвал, он практически вровень, там, 2 миллиметра примерно. Понимаете? Понимаете? Понимаете, какие там зазоры? И тут бац, бац, и вытащили эту гильзу сюда, получается. Короче, мы старались, чистили, мыли, удалили все рожавчины, по твоему совету, спасибо. Кстати, реально помогает. В итоге выясняется, что после установки коленвала, дальнейшая сборка бессмысленно, упирается в гильзу. Подточить, конечно, можно, пацаны, но это будет очень... Ну, как колхозно слишком. Да это не то, что там вывалиться надо. Ну, да, ты гильзу будешь ты читаешь, если ты выемку под коленвал сделал, выгодит. Она еще иди же вывалилась, нахуй, из-за датах. Клина нет, реально. Как он туда ушел, вообще непонятно. Я не фотопедичный. Да я не снимаю, я подсветил просто. Снякую полпу я рапировскую. А что у вас так много? Да хули, ведь никто не работает. Сейчас спик? Завели бэху? Да, 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 да. Алло, здравствуйте, я наткнулся на ваше объявление по поводу гильзовки двигателя. Вы занимаетесь этим, все верно? Да, занимаюсь. Вопрос такой, там у вас написано в описании, что вы чуть ли не в день приемки уже сразу начинаете его гильзовать. То есть два рабочих дня. Все верно? Ну, два-три рабочих дня. То есть на шоке действия, грубо говоря, мы завтра берем блок, отправляем вам транспортной компанией. Так, а где ваши реквизиты найти, куда отправлять и какие действия вообще последовательности? Да, сбросьте, пожалуйста, смс, как, чего и куда, хорошо, и порядок действия, оплата там, когда это все делаете. А спроси, как гильзу, так и гильзу. А, кстати, гильза у вас в наличии, я так понимаю. Алло, алло. Алло, 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 здравствуйте, скажите, пожалуйста, вы гильзуете V8 в двигателе? V-образный. Любые. Любые. Хорошо, двигатель N62 от BMW 4.4. У вас есть гильзы в наличии или нужно покупать гильзы и уже с ними к вам приезжать? Смотрите, надо посмотреть, какой, в какие гильзы туда пойдут. А перемычки толстые? Перемычки сколько? Ну, миллиметров 4-5. Вот, а я не буду делать. А, ну все равно, то есть у вас другие, да, какие-то... Цена уже больше, чем в Москве. Да, но у нас опять отправка... Ну, отправка, это... Ну, можно знать. Нет, даже если то, что ездить, это ерунда. Пока он будет заказывать, это то же самое, что... Нет, да там уже наличие есть. Да там наличие есть. Мы сейчас на складе находимся. То есть склад, опять же, не устаю повторять, благодаря соседке по гаражу, которая забыла выключить печку. Теперь у нас целый год нет освещения во всей коробке. Долг нормальный. Посылку Рислав Станислав Комиссаров. Причем, ну, мне вконтакте пишут парни, спасибо вам, кстати, реально, за различную помощь, как сухпай, так и, допустим, запчасти. Реально, без вас ни один проект бы не поехал. Так вот, мне, ну, получается, парень пишет, это Станислав говорит, ну, Шаня, говорит, ну, жили тебе какие-либо запчасти? Я такой думаю, ну, в принципе, да. То есть он начал переселять. Лохер, что-то там, говорит, по гаражу мелочь какая-то осталась. Я говорю, да, что хорошо. Мы сегодня приехали. Вы представляете? Целый палет выезжает. И вот это все, это приехало сейчас только что на Мерседесе в багажнике и в салоне, естественно. То есть я не ждал такого большого количества запчастей. Лакера, усилитель. Это, получается, у нас тяги стабилизатора, так называемых, с нашей системой. Причем задняя и передняя. То есть мы это поняли по разной длине именно самих стабилизаторов. Причем они тоже в нормальном состоянии. То есть видно, что ничего не текло. Вообще вот за это просто-напросто спасибо. Потому что я чувствую, что у нас ничего не работает. И далее идем к коробке. Опа, погнали. Я не знаю, там что находится, но, если честно, очень интересно. Мы сейчас находимся на складе только лишь потому, что в том гараже просто-напросто для этого нет места. Поэтому сейчас пока здесь все это выложим. Это что такое? А, эти самые. Вот это, с водительской стороны, поджабо с трейфона. Не знаю, что это такое. Это что такое? Какие-то карнштейны? Вон, это капула. Петли капула. А, это, да, рулевая штучка. Это под фару, наверное. Да, да, она есть. Крепеж. То есть получается чисто пластик такой, который с морды, да, взят, получается. А, ну вот куда фара заезжает-то, по сути. Так. Это стеклоподъемнички. А, нет, это АБС. Блок АБС. Это клапана на печку, наверное, скрестит. Да? Ролики, кстати, я. Может, от холодильника. Вот эти ролики у нас тоже так же есть. Целый вот шлейф подрулевой. А, шлейф подрулевой, да. Слушай, откуда только запчасти только? Блоки какие-то поставим достать. Левая, дверная, да, левая, правая. О, помпа. Ой, термос. Термос, да. Откуда все эти запчасти у пацанов? Скажи мне, пожалуйста. Дорога? Это проводка подкапотная, да? Слушай, а, ну вот эти датчики АБС, скорее всего, да? Колевал. А, нет. А, нет. А, скорее всего. Там, когда вам какой-то, говорят, датчик, очень-очень такой, нельзя сломать, который, да, это АБС. Слушай, ну, получается, проводка на колеса подрулевая, подкапотная и дверная. Вот, то есть, есть эти самые привода, привода ручки этих стеклоподъемников. Ну, и то есть, если у нас, допустим, а, кстати, мы проверяем, что у нас работает? В передней вроде работает. В передней вроде работает. Идем далее. Идем далее, так сказать. Так. Ох ты, ни хрена себе! Крышка какая-то BMW, я уже смотрю тут. Ох ты, ни фига себе! Да ладно! А, так на авигацию сейчас найдем, наверное. Да, иди, иди вот. А, это передний сидит, я уже. Да ладно! Вот он, навигатор. Да, вот это навигатор. Не фин, ты себе! Это все блоки с машины получается? Получается, да. Так мы вообще по красоте сейчас заживем, ты че? Слушай, короче, огромное спасибо я на самом деле за это. То есть, по крайней мере, мы сейчас не будем с этим ковыряться и перепаивать там. Так, а где там на музыку, там помнишь, потому что у нас правая сторона? Он же больше, да? Он такая коробка какая-то. Может, эта машина просто без этого, без лоджик 7. Бх-7 без лоджик 7? Не, просто как раз-таки это самое ценное в машине есть. То есть, никакой пластик, никакие дверные карты, они не нужны, по сути, да, людям? Основа-то вот проводка, блоки, то, что часто, чаще выходят из строя. А это что ты говоришь? Это салонный? Да, сиди там. Ну, может, по крайней мере, то, что без крышки, что ли? Может, там, в принципе, такой же шли. Это крышки. Это крышка с двигателя. БМВ. Так, ну ладно, хорошо, хорошо, идем дальше. Допустим. Царь! А что, шептал? Ха, ты говорил, варбоксинг самое интересное, ты все пропустил. О-о-о, катушки, ДМРВ, я уже наблюдаю, подушки двигать, о-о-о! О, катушка, дверь. Только какая? Да, заколхозим, что ты. Аэрбэк, генератор. Вот, целая. Все, давай сюда ее тоже. Две даже, то есть? Да. То, что нам нужно, слушай. Две, они в реально хорошем состоянии. Так, да ты, по-моему, все запчасти в лучшем состоянии. Вот, покажи вот эту. Ну, то, что подушка. То, что мы показывали. Ключом это оригинал. Вот эта вещь тоже ценится, говорят очень сильно. Так, катушки на свечи. Рулевая тяга. Подушка. А вот, сырая, слышишь? Ну-ка, давай я сюда. О, знакомая штука уже, для нас. Пойдем, он разобранный аккуратнее. О, да. А, это он собранный. А, это вторая часть, да, получается. Да, она в голове находится. Это он, типа, собранный такой. Это кончается. Так, это... Дроссель даже, слышь, есть? Вот это... Положение кузова. Блядь, короче, либо блок не подвел. Какой блок? А, мыли несколько дней. Хорошо мыли. Вымыли лакокрасочные все эти отложения. Наружу, внутри убрали ржавчину. Но в итоге выясняется, что этот блок едет обратно в Снежногорск. Этот едет в Москву. Ну, получается так, пацаны. То есть, вот они два. Это тот, который, ну, типа, родной, хотя он тоже не родной. Но это тот, который мы, получается, привезли для пробы. Проба не вышла. Крутишь коленвал, зацепляется. Никто от этого не застрахован. Причем, получается, до этого никто его не собирал. Видно же, что он практически в том состоянии, когда его только, ну, загилизовали и привезли. Поэтому вот такие дела. То есть, миллиметр, получается, играет роль. Ну, и, соответственно, вывод один. Опять ожидания. То есть, ну, сами видели, по телефону человек объясняет. Три дня, говорит, рабочих максимум. Максимум. Сейчас вроде как новогодних праздников еще не ожидается. Поэтому я думаю, что это побыстрее все это провернется. Единственное, задержка это вот пока транспортная компания отвезет. Там забрали, там привезли. Грубо говоря, минимум неделю этот блок, вот этот, будет, ну, находиться в Москве. Занимаемся BMW. То есть, что так BMW занимаемся, что так BMW занимаемся. В принципе, даже если бы сейчас резко починили, прямо за два дня, этот двигатель. Все равно машина никуда не поехала. Все равно нужно вкладывать сюда, сюда. Резина разная, туда. Да, ну, короче, пацаны, мы даже коробку не проверяли. Мы даже не знаем, есть ли там вообще так называемый паранде. Есть ли там вообще мозги в этой коробке. То есть, вот такое состояние. То есть, ты покупаешь, ну, грубо говоря, подснежник какой-то, экиборг, да, и ты не знаешь ничего. Как вот с Мерсом, с Аудюхой. Ты поехал, выясняется, у тебя это там засучало, подвеска и так далее. Что? Ничего я ничего. Загубало сделать. Да. А, ну, подушка безопасности. Подушки на двигатель. Чтобы не было потом как на Мерседесе, что я потом отдельно заказываю и потом фиг поменяешь. То есть, это мерседесовские запчасти, те же самые рычаги и подушки. То есть, получается, что BMW надо ремонтировать, что Мерседес. То есть, там тоже вроде собрали, потом начинаются выявляться кое-какие косяки. То есть, чтобы этих косяков как можно меньше было на BMW, нужно сразу устранять их. Если есть, тем более, возможности. А у нас возможность появилась. После его постам, что прислали запчасти, ну, про сухпай я слишком много, уже говорю, начинается мемас такой, что я как будто один сухпай уже ем в этом гараже. Поэтому, кто-то звонит? Это, наверное, кстати. Они же на меркезиты не скинули еще. В общем, парни, возможно, это уже звонят для того, чтобы побыстрее отремонтировать наш блок. Поэтому, спасибо за просмотр. Я думаю, что все будет хорошо. Москва, Снежногорск, ну, Кировск, Апатиты. Всем пока. Ты что только Рахмет сказал побольше. Большой Рахмет, пацаны. Субтитры сделал DimaTorzok